Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прежде чем разбирать собственно ваш текст, я бы хотел пару слов сказать об таком общем впечатлении по поводу вашей ситуации. Мне кажется, что в целом вы как будто бы спешите довольно много. Довольно сильно спешите. Ну то есть торопитесь, то есть вы такой достаточно эмоциональный человек. Вот. Придумываю, что некоторые свои эмоции вы явно не замечаете и придумываю, что почему становится возможной зависимость, потому что у человека есть некоторая потребность, которую он может развивать только с помощью определенного человека. Не любого человека, по его мнению, а специально только определенного. То есть, по сути, по сути, это вынос, вывод, чем правильный. Так, вывод, ресурсы, вам не важно. То есть, для меня это человек ресурс, для меня это человек то, на что я опираюсь. Но не я сама ресурс, не я сама на себя опираюсь, а другой человек. И, как правило, возникает это из-за некоторых негативных тенденций по отношению к себе. Как правило, это возникает из-за отсутствия интереса к собственной жизни, к себе. Как правило, это возникает из-за этих идей обесценивания. Ну, то, о чем я говорю, это такие достаточно эклектичные ум заключения. А, по сути, практически получается, что молодой человек становится центром вашего внимания, центром вашей вселенной. Вот. И, как бы, вам ничего больше не интересного в этой ситуации. То есть, что еще вам интересно, да, вот чем еще вы занимаетесь, почему, там, условно, условно, там, вы реагируете на его ревность, на его какие-то высказывания. И так далее. Ну, скорее всего, вы потом боитесь, что он вас бросит, что он вас бросит. Вот. Откуда страх, что он вас бросит? Ну, нежелание, дискомфорт от состояния нахождения наедине с собой. Самое тяжелое, условно говоря, быть наедине с собой. Или наедине с собой находиться достаточно нормально, но есть, скажем так, требования к себе, что я должен быть, там, с определенным мужчиной. Вот. А я должен быть с кем-то, иначе со мной что-то не так. Вот. То есть, есть какие-то такие вот установки, есть какие-то такие вот позиции, есть какие-то такие образы, которые вы с вами, может быть, того не замещаете, транслируете. Вот. Это один момент. Второй момент заключается в том, что, вот почему и как появляется зависимость, это то, чтобы мы видим человека, кто, к с одной стороны, тот способ, как бы, понизить независимость, не убрать ее полностью. Потому что это определенная, определенная энергия. А, понизить, то есть понизить. Тот способ, который я знал. А этот способ в контакте с человеком замечать, ну, или в ретроспективе контакта с человеком, замечать какие-то новые вещи, новые вещи, новые какие-то эмоции, новые какие-то проявления человека, человека и собственные. Прямо, проблема зависимости, особенно зависимости в том, что мы видим человека, человек, кто к с другой стороны, мы не видим его другим, и себя мы тоже не видим. И вот, задача в том, чтобы увидеть эти другие качества, расширить восприятие человека, это даже тогда очень быстро, очень быстро зависимость падает на нет, потому что мы, мы увидим, что человек на самом деле совсем не такой, как, каким мы его себе представляем. Представляем, представляем, зависимость, она, ну, чем-то похожа, немножко похожа на игровую, любовь, ну, зависимость похожа на игроковую, зависимость, чем-то, чем-то. У игрока есть, ну, убежденность о том, что он выиграет, вот, он не видит никаких других доводов, он не видит никаких других моментов, вот. Вот, он видит только то, что он может выиграть, вот, то, что выиграет не реально, он не вымечает, вот, а то, если он заметит, вот, то, ага, если он заметит, то, ага, если он заметит, то, ага, какой-то, потому что-то, если он заметит, то перестанет быть, ну, завис-понятно, что зависимость от не только такого вот, о замечательно происходят. Понятно, что на этом есть и другие факторы, и другие моменты, но вот это один из самых простых, позамечательно. Дальше. Очень важно, что мы делаем общего с молодым человеком. Ну то есть, то что вы описываете, это же больше про отношения ради отношений. Это не такая штука, что вот это какое-то общее дело, какая-то общая цель и так далее. И мне кажется, что это является серьезной проблемой для вас. Вот. Поэтому мне тоже не нужно брать внимание, что обетеняет. Потому что, ну вы сами понимаете, от того, как, ну на каких основаниях вы выстроите отношения, да, от того, на каких, на каком, то есть, точнее, в интернете будут выстроены ваши отношения. Вот. Особенно было исповедение. Молодой человек почему-то решил, что, ну вот, форма там хвора, вам так мой. То есть, ну, ну вот, то, как он вступает, да, вам так мой. Чем он так хорошо? Чем он так хорошо? Чем он так хорошо? Так как бы, ну, случайно, случайно ли это? Нет, нет, конечно. Это не случайно. Это не может быть, это не случайно никак, потому что, эээ, ну, в какую-то степень вы сами транслировали ему, Скорее всего, такую мысль, вот, ну, что вам так можно, что можно к вам так обращаться, вот, и это, опять же, понравится только при определенных обстоятельствах, например, при обстоятельствах того, что, ну, допустим, допустим, при обстоятельствах того, что между вами маловато общего, пятики, пятики, пятики в этом, вот, есть тонкости. Вот, вообще, я просто так об этом говорю, о том, что общая важна, вот, общая действительно очень важна, и поэтому все отмоладены, которые могут страивать отношения, это объект пристанного внимания для нас, ну, значит, по крайней мере, страны специалистов. Дальше. О, мне кажется, если взрослый манипулятор, а чем человек манипулирует? Будьте, вы же говорите, вот, взрослый взрослый манипулятор, а чем человек манипулирует, почему у него получается манипулировать вами? В общем, как что-то не появилось, меня сразу блокируют, ну, классичка, классичка, что-то. Я сначала бесился, потому как потом как-то к нему прокопило, когда блокировался, она изменяла. Естественно, что бесилось, что она все прокопило, почему изменялась, почему изменялась, и чувствую себя виноват, понимаешь, что со мной? Ну, привязанность. Потребный человек. Но он не злится на супер, я счастлив, у него глаза горят. Смотрите, если вы внимательно слушали все, что я сказал, то вы уже увидели некоторую связь, что вы счастливы только если он не злится, и у вас все супер. Если этого нет, вы не счастливы. Отключивая момент сами, вы самостоятельно, вы свое счастье не поддерживаете, у вас нет способа, способа поддерживать свое счастье самостоятельно. А здесь он очень часто и ревнюет, я ему ничего, не могу ничего доказать, для этого нужно выяснить, просто блокируется. Ну, а человеку невыгодно, невыгодно давать вам рассказывать, потому что, тогда, во-первых, его позиция падает на цене, а во-вторых, вы, на мой взгляд, уже проиграли, когда, ну, как это сказать, когда подумали, что человеку можно что-то доказать. Конечно, хотелось бы здесь узнать ваше представление, если можно так выразиться о ревне, то есть вот, ну, как вы думаете, почему была эта ревна, откуда она. Как вы сами реагируете на ревность человека, вот, это очень важный момент, потому что, ну, одно дело, одно дело, если вы реагируете на ревность как на какое-то такое вот знаете, ну, такое достаточно специфическое, я бы сказал, специфическое в виде, да, специфический какой-то аспект, а совсем другое такое дело, если вы реагируете, там, на ревность, ну, не знаю, как на трагедию какую-то, да, вот, и это, мне кажется, очень важный момент. Ну, тут вот нужно разограничить по возможности две вещи, и, соответственно, как бы, ну, вы понимаете, вот, в чём момент, если вы, если вы пытаетесь доказать что-то, то вы, ну, как бы, автоматически становитесь неправы, в общем. Вот, и мне очень интересно, знаете, что, как вы, как вы приходите к тому, чтобы что-то доказывать, вот, вот, как вы к этому приходите, это очень важно, мне кажется, потому что, если вы для себя это сможете определить, вот, как я начинаю думать, что мне нужно оправдываться, вот, что, собственно, будет весна и весна здорово, вот, потому что вы сможете таким образом заметить все вот эти вот вещи, как раз, вот, а пока что вы этого, ну, понятное дело, понятное дело, что вы пока этого не замечаете, вот, то есть у вас нет, ну, у вас нет, эм, таких навыков, вот, у вас нет навыков замечать в себе, поэтому, вот, ну вот такая вот история, понимаете, о чем я говорю. Ну, вот поэтому, тут вот у вас есть ээээээээээээ, деструктивное желание. Оправдать. А это… Почему… Почему? Ну почему есть такое желание, правда? Потому что вы можете почувствовать себя виноватым, как раз такие. Вот. Если вы почувствуете себя виноватым, то что произойдет? Самое главное, что вы можете почувствовать себя виноватым. Самое главное, что вы можете почувствовать себя виноватым. Если вы можете почувствовать себя виноватым, значит, раз по крайней мере, уже сделают виноватым. Вот. Но, ключевой аспект, конечно, заключается в вас сам... Вот, ключевой аспект заключается в вас сам... Аспект заключается в том, что вы заведомо себе какое-какое, вот, вот, ну, такое я бы сказал, да, не лучшего мнения, скажем так. Вот, это казалось бы, с чего бы, да, то есть, ну, вот, с чего бы казалось бы вы, особенно лучшего мнения. Ну, вот, внезапно, внезапно, вот, такая история. Получается, получается, вот, почему... Непри... неприятно, безусловно, это непри... неприятно, безусловно. Ага, так, дальше. Сейчас мы продолжим. Так, ээээ, наверное, высказывается так. Через пару дней портамоек извинений, хотя, наверное, вообще не было столько хорошо. Ну, вот, вы понимаете, штук в том, что... Ээээ, вы хотите извиниться перед человеком. Штука в этом. То есть, даже если вы не виноваты, она извиниться вы хотите. Вот, это важно, потому как... Ээээ... Может быть, вы допускаете, где-то, вот, в глубине души, вы допускаете, что... Ну, что можете быть виноваты. Виноваты. Лучше бы вам это принять как можно быстрее, потому что... Эээ... Пока вы не присняли. Эээ... Эээ... Ситуация будет достаточно... Эээ... Такой... Ну, я бы сказал, знаете, неопределённой. Вот так я бы... Я бы навер... Наверное, сказал бы. Эээ... Эээ... Дальше. Идём. Дальше. Так. Эээ... Как-то, опять, поругался. Сказал, все, мужчины. Не хочу ничего. Отпунуть. Кратно выбрать, я не вру. Окей. Ну, что значит, поругался? Нет. Вы же отстояли... Какой-то вклад в... На конфликт. Скорей всего. В... В... Вряд ли. Он прям взял и поругался. Я не в том плане, что... Немножко другом. Да. Я... Больше... Наверное... Про... Эээ... Кто... Где ваша ответственность. Вот. Понимаете? То есть, ну, именно вот вы. Именно ваша ответственность на жизнь. Если, да, то... Какая... Причем... Тогда... Наказывается... Вот эта история. Больше важная эта история, чем... То, что он поругался. Как вы говорите. Вот. Я верю, что он действительно... Эээ... Действительно мог поругаться. Но... Идея заключается в том, что... Эээ... Как бы... Как бы... Да, если он поругался, то оно бы... Эээ... Как бы это подпитали. Вот. А вы, может быть... И не могли... Эээ... Этого... Эээ... Ну... Не сделать. Вот. Может быть, по-другому бы не могли. Но... Тем не менее... Тем... Тем не менее... Лучше бы... В этом направлении... Тоже... Эээ... Подмотреть. Вот. В этом направлении лучше бы... Тоже по... Эээ... 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 Как мне кажется... Эээ... Конечно... Ээээ... Вот... Прямо всё... Это... Вай... Дальше... Идём. Эээ... А, значит, вы пишите так, потерпел три недели, дало время как бы соскучиться, ну вы тоже где-то манипулируете, но по целым нашел достаточно много девушки, но сейчас у меня понесло, я думаю он кузел хоть чуть-чуть, но вы тоже, как бы, вы тоже сманипулировали, получается, человек. Вот, я не говорю, что вы поступаете плохо обязательно, я не пытаюсь это сказать, я просто больше, наверное, о том, что, ну вы тоже не совсем искренне, а с собой не совсем искренне. Молодым человеком меня понесло, я думал, он хоть скачал чуть-чуть, наговорил о моих грубости, нахожусь, но я не говорю, что у него никого нет, не хотел ли я изменить? Ну вы же понимаете, что у вас накопилось, чтобы вы взорвались все, что это произошло не просто так. Не надо ни на ровным местом, условно говоря. Так, я извинился, что ты нашла общаться, все отношения с людей, холод, но я даже извинился. Объяснил. В сказке, что я извинился, это объяснил, а там что вы делаете? Потом он приехал, все было хорошо. Что значит хорошо? Как это хорошо? Ко мне показалось? А он уехал, заблокировал, язык ворот перекрыл. Я поняла, что так он отдам сделал телефон, я написал другого телефона. Зачем? Для чего? Он сказал, что не сможет меня просить, никогда не просить, что я не человек. Ну он вернется к вам, но надо просто возвращаться. Обидно, как я терпелась его выходка, а теперь я не человек. Но вот ключевый момент в том, что вы терпели, переступая, предавая сами себе. Это все, он вывел меня на эту агрессию. Нет, агрессия была в вас, вы не умеете с меня обращаться. Вот она у вас взрывается, взрывается. Вот. А вы, вообще, вы боитесь, что из этого вопроса запрещаетесь выражать такие более слабые, что-то. Чу... 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 Вот. И... Из-за этого... Возникает проблема. Чу... 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 Дальше. Что-то, я не знаю, просто передать, управлять про другого человека... Вот. Психологи этим не занимаются... А могу сказать, что вы ему не подразличны. Просто так люди, как он, не могут строить отношения pro-trogamo. Они бояться. Это скорее страх, страх близких отношений таким образом не защищается. Вот, но я не знаю, безусловно, есть ли вы к вам чувства или нет. Это вопрос, повторюсь, не к психологам. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен, если вы им дадите отклик по моему ответу, это подводит началом вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.